Таджики, которые были в международном розыске. Вот это отличились. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, за какие заслуги они стали известны в международных криминальных сводках. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Сухумский городской суд вынес 3 ноября пожизненный приговор уроженцу Таджикистана, ныне гражданину Российской Федерации 22-летнего Сухроба Буреева, обвиняемого в сбытии наркотиков, сообщается на сайте прокуратуры Республика Абхазия. Он признан виновным в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности, сбытии наркотического вещества мефедрон в особо крупном размере, весом в 50 108 грамм. Буреев признан виновным в том, что за денежное вознаграждение распространял наркотическое вещество путем тайных закладок, 3 из которых весом более 11 грамм сделал в районе Абхазского государственного университета, отмечается в сообщении. Буреев в ходе судебного расследования вину в предъявленном обвинении не признал, хотя в ходе предварительного следствия активно сотрудничал со следствием и показывал на места сделанных им тайных закладок, отмечается в сообщении. Согласно вводной в результативной части приговора, Буреев приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, почему наши соотечественники идут на это? А также суд Будапешта, столицы Венгрии, арестовал до середины декабря гражданина Таджикистана, находящегося в международном розыске по линии Интерпол. По запросу Душанбе, личность арестованного, которого обвиняют в наемничестве, не раскрывается. Сообщается, что арестованный в апреле 2016 года выехал из Таджикистана сначала в Турцию, оттуда в Сирию, где примкнул к террористической группировке Исламское государство ИГИЛ. 4 ноября задержанный гражданин Таджикистана якобы воевал в Сирии против правительственных войск. На родине, по данным издания, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд в Будапеште 3 ноября рассмотрел вопрос об экстрадиции задержанного в Таджикистан. Однако он попросил не высылать его на родину. С 2014 года, когда ИГИЛ объявило о создании исламского халифата, по данным таджикских властей, около 2000 таджикских граждан перебрались в Сирию и Ирак. Большинство из них либо убиты, либо заключены в тюрьму, либо до сих пор числятся пропавшими без вести. Некоторые боевики находятся в международном розыске по линии Интерпол, по запросу Таджикистана и России. 25 июля нынешнего года 146 человек, жены и дети таджикских боевиков, были возвращены из Сирии в Таджикистан. Весной 2019 года в Таджикистан из Ирака были доставлены 89 таджикских детей. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, это личность, которая не раскрывается, действительно участвовала в этой организации? Или это очередной противник власти, которого оклеветали, чтобы вернуть на родину? Но свое мнение по поводу этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!